Соченко Анастасия Запашная художественной гимнастике посвятила 10 лет. О своем выборе, который гимнастка сделала в свои 4 года, она ничуть не жалеет. Сегодня Настя кандидат в мастера спорта, и это огромный стимул, отмечает спортсменка. Мечты о большом спорте становятся все реальнее. В детстве я ходила на танцы и на гимнастику, но потом мама поставила перед выбором, и я выбрала гимнастику. Для того, чтобы в танцы соревнования получить награду, нужно обязательно на тренировках очень стараться, пахать, не лениться, элементарно работать. Для малышей, которые приехали на Сочинскую волну даже из-за Байкалья, этот турнир как мастер-класс. За выступлениями мастеров и кандидатов в мастера спорта девочки наблюдают с придыханием и тоже мечтают. Только не об олимпийской медали. Спортсменки понимают – в спорте всего добиваются поэтапно. Я занимаюсь гимнастикой два года, и я хочу, чтобы, я хочу танцевать с лентой и хочу стоять на бедестале с кубком. Я для этого делаю, занимаюсь хорошо, тренера слушаю, и всегда его слушаю, и он меня тянет, я терплю, потому что я хочу добиваться того, что я хочу и мечтаю. Тренера зовут Асуся Андреевна, она мне помогает, она мне, конечно, нравится. Лиза, хоть и преследует спортивную цель, но в свои семь лет рассуждает и о пользе спорта. Гимнастика – это для девочек очень хороший вид спорта, потому что для девочек это очень красиво. Спорт мне дал красивую фигуру, крепкие ножки и закаленность. За кубки и медали 300 гимнасток боролись три дня. Спортсменки демонстрировали свои способности в индивидуальных и групповых упражнениях. Также соревновались в пластичности и гибкости с предметом. Гимнастические, акробатические и танцевальные комбинации гимнастки выполняли с мячом, обручем и булавами. Наши на очень высоком уровне, и, как правило, конкуренты, они являются сами себе. Девочки, естественно, растут. Девчонки по группам и упражнениям. Команда кандидатов в мастера спорта принимала в прошлом году участие на «Надеждах России». Это очень престижный турнир. Наши соревнования – это праздник для детей. Это, своего рода, 1 сентября в нашей школе. Несмотря на дружеский турнир, награды нашли своих обладателей. Теперь сочинская волна нахлынет на гимнасток ровно через год. За это время, уверены тренеры, каждый из спортсменок станет ближе к своей мечте. Ольга Десятого, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ.